Украина, как русские, русские, ученики, ученики, ученики. Он напомнил о том, что Мюнхенская филармония в Германии уволила российского режиссера Валерия Гергиева за его поддержку главы Кремля Владимира Путина. По его словам, такие фашистские практики бросают тень на законную борьбу Украины с российскими войсками, создавая атмосферу ненависти и вражды, а также сея недовольства. Президент Турции подчеркнул, что дискриминация по религиозным убеждениям, национальности или цвету кожи не имеет никакого отношения к человечности или цивилизации. Его страна никогда не поступала так по отношению к тем, кто бежит от войны, подчеркнул он. В преддверии предстоящей встречи в Анталии министров иностранных дел России, Украины и Турции Эрдоган заявил о том, что Анкара прилагает все возможные дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду, что эти переговоры откроют путь к постоянному перемирию, и раскритиковал международные организации, в частности Совет Безопасности ООН, за то, что они не прилагают достаточных усилий для нормализации обстановки в зонах боевых действий. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.